Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Эмиль Дуставленов Зуриев. Я представляю инфекцию «Деалоги кимии КПДУ», я являюсь автором научных и научно-популярных там в области и социально-коммунитарных и идиотечнических наук. Тема нашей сегодняшней лекции – «Внимательная школа природы». Я неспроста взял эту тему, потому что наверняка каждый из нас, контактируя с животными, как с домашним, так и с некоторым, по счастливому с повстречать и идиотех, и при их контакте мы наблюдали и, возможно, наблюдали какие-то зачатки интеллекта. И наверняка многие из нас затруднились, а уныли братья наши, меньшие на самом деле. И того, что они действительно обладают и интеллектом, и обучением, я и собрался провести нашу сегодняшнюю лекцию. Однако перед этим нам нужно инференцировать две строго отдаленные друг от друга, ну точнее близко перетекающие друг от друга на самом деле, но и в второе время отдаленные понятия. отдаленные понятия – это интеллект и это обучение. Они плавно перетекают друг от друга, но тем не менее механизмы у них разные. Механизм интеллекта таков, что он выражается в том, когда животное первый раз видит определенную задачу, на основе пройденного животным опыта, оно решает эту задачу первой. Это является интеллектом. То есть у него нет шаблона предыдущего для того, чтобы эту задачу решить. А вот когда есть стереотипный шаблон, он повторяется несколько раз, и на основе этого поменуется привычка, это называется обучение. Это вот два таких вот процесса. Что касается большинства достаточно продвинутых животных, обычно они, в том числе и люди, делают следующим образом. Сначала они интеллектуально научаются, а потом это входит в привычку и перетекает в обучение. Мы, конечно, любим говорить о нас, людях, таких умных, продвинутых, но на самом деле есть живые организмы, которые от нас достаточно далеко нужны. Наши самые ревоеводственники – это приматы. К приматам относятся достаточно много интересных животных. Нижние приматы – это муры, это мамозетки, разные достаточно забавные животные. А вот высшие приматы, в частности, человекообразные обезьяны – это очень высокоорганизованные и сложные существа. И здесь вот на рисунках представлены шимпанзе обыкновенный панэ трамлатитес и суматранский ароматан фонга. Есть и другие человекообразные обезьяны. Это, например, кармиковые шимпанзе – очень интересные создания, очень добренькие, красивенькие, небольшие черные глазки. Но, между тем, они достаточно своеобразные, очень такие, вот, извращенные зверушки. И, конечно, к приматам относятся и гориллы. Самая такая знаменитая горилла в истории – это горилла Коко, которая взрастила психолог Фрэнсис Паттерсон и обучила ее языку жестов. Она хотела доказать, что животные, такие как горилла, способны к обучению, способны учиться языку жестов. И она стала ее обучать вот этому вот языку. Первое время Коко не хотел учиться, как бы всякий ребенок. Очень долго сопротивлялась, плохо училась. Хотела все время играть. Ей нравилось кататься на заднем сиденье, в автомобиле не смотреть в окно. Ей нравилось кататься на велосипеде, а вот учиться ей совсем не нравилось. Но потом прошло годы два-четыре, и горилла Коко стала активно набирать обороты и осваивать новые жесты. И так это проявлялось. Например, она говорит жестами – дай мне банан. Ей Фрэнсис Паттерсон решила подыграть и дать апельсин. Коко сердилась, она жестами говорила – нет, это апельсин. Мне дать банан, быстро-быстро. То есть возмущалась так, что ей не дают то, что надо. Она научилась шутить. Они как-то вот сидят с профессором, и она говорит – это Коко, а я птичка. А Фрэнсис Паттерсон решила – ну какая же ты птичка? Она говорит – да, вот там вот птичка сидит, это такая же птичка, как она. Вот. А потом они беседовали, беседовали, и Коко все-таки сказала – нет, я пошутки на леник птичка. А Паттерсон не делали так, что она не говорила – мне горело Коко. Вот там вот они договорились. И как-то потом она освоила еще больше символов, и она попросила котеночка. Вот ей подарили котеночка. И тогда ей принесли целую коробку с котятами. Она выдала себе маленького-сильенького котеночка, который ей больше понравился. Она за ней не паживала, у нее в вольере. Но так, к сожалению, случилось, что котенок выбежал и попал под машину. А вот эта бедная горилла это все увидела. Она очень расстроилась, у нее была депрессия. И когда потом спросили, а что, собственно говоря, случилось, Коко сказала – котенок спать. И она поняла, что он уже, в общем-то, не вернется, потому что подавала подобные символы жестами. И как-то спустя годик она увидела в журнале похоро-восененького котеночка и сказала – Охо-хо, плачь, Охо, грустно. То есть она об этом котеночке помнула. Охо-хо прожила достаточно долгую жизнь. Она сослалилась и скончалась у себя в вольере. И стала таким вот открытием для ученых, что животные тоже у них разговаривают. На самом деле, проект «Говорящие офисианы», на котором воспитывали вот этот журнел Коко, он достаточно знаменитый проект. И много таких офисианов пытались научить разговаривать, научить разговаривать. Например, как и учить разговаривать, это не я, это моя мячка сделала. И, в общем-то, свалил все на нее. Как на ладового, на том, что он научился брать, он еще и научился ругаться. Ему очень не нравились обезьяны. Если ему что-то не нравилось, какими-то виденными, то он приятная обезьяна. Вот здесь такой вот шампанезоник очень откровенный. Как доказали то, что животные способны к англичной деятельности, в частности, крематы. Тут вот слева изображен шампанезонок тоже с палкой в луке. То есть это момент Кёдера, опыт Кёдера, когда шампанезонку вот там вот повесили бананы сверху и поместили ящики в банкер. Так он взял эти ящики, друг на друга поставил, взял палку и взбил банан сверху. И тогда Кёдер понял, что действительно животные способны догадаться о сложных манипуляциях предметами и тем самым образом решать нужные им задачи. А видно было только то, что такие симпатичные и верные своим супругам, приваты, как такие помощники для длинноруких и очень экстраводантные энергетические гибоны, они этот тест не проходили. Ну тогда решили, гибоны, видимо, на индивидуальную деятельность не способны. А потом ученые пересмотрели этот опыт и поняли, что у гибонов пись по-другому устроена. Они не могут предметы наподобие палки брать с пола. И тогда они повесили палку на веревочку, и гибон с удовольствием взял эту палку и взбил банан. То есть тут очень важно еще и понимать строение живых организмов и в связи с этим давать нужные задачи. Многие из нас содержат много псовок. Некоторые мы встречали в зоопарках других псовок, таких как шакалы, волки. Волки, в общем-то давно достаточно разных видов. Ривистый волк, фатографический волк. И что можно сказать про их интеллектуальную деятельность и как ее доказывали. Вот у волков наблюдается закономерность, что они обучаются, то есть брезируются плохо, но интеллектуальные задачи решают весьма хорошо. И как эти интеллектуальные задачи ставили эти видения? Был такой опыт, который называется опыт по экстраполяции. Я сейчас на пальцах описываю, что это такое. Вот перед собачкой, ну или перед собачкой, или перед волком, некоторые эти видения ставили опыт. Ставят две миски, одна спорва, другая пустая. И рядом их отгораживали стенками. Притом отгораживали так, что собака на самом деле пройти сквозь эту стену не могла. Там очень мысенькое пространство было. И, в общем, собаке нужно было обойти с нужной стороны ширму и достать боль. И если собака с этим опытом справлялась, значит она действительно была способна на интеллектуальную задачу. Ну, это кажется довольно просто, конечно. Но на самом деле для животных это тоже достижение. Но, тем не менее, Крушинский Евгений Викторович, который вот этот опыт проводил год, этот опыт со временем усложнял. То есть ставились две тележки. Эти тележки потом подъезжали с правой стороны. И собаке нужно было понять, в какую сторону едет нужная скорая тележка и обойти ширму с ним этой стороны. Мало того, еще больше усложнили. Иногда делали лоберит из ширмачек, и собака, отмянув этот простой лоберитик, находила нужный ей форум. Притом собаки обучались вот этому опыту лучше, чем волки. А вот волки решали эту задачу лучше с первого раза, потому что он был более развитый интерес, как у диких животных. А что касается домашних животных, они от нас весьма зависимы. И поэтому они лучше дрессируются и лучше ориентируются на нашу реакцию. Что кошки, что собаки, они очень хорошо читают наши эмоции, и они близки к нам, потому что обладают этим качеством, как эмпатия. То есть понимание чувств. И когда нам кажется, что кошка или собачка нас живет, на самом деле действительно они на это способны, не способны прочувствовать состояние души у человека. Вот, например, эмпатия была у шимпанзенка одного, очень хорошо развитого. И когда шимпанзенок очень баловался и не хотел там связать их сверху клетки или с крышей, она придумала хороший метод. Она просто садилась и начинала плакать. И шимпанзенок увидел, когда видел, что его приемная мама плачет, он сразу успокаивался, приходил к ней, начинал ей сбегать в руки, чтобы посмотреть, действительно плачет она или нет. А потом еще хотел искал отрицчика. Так вот, собаки и кошки очень на это трудно хорошо способны. Мы поэтому не капитающих чаще и содержим в домашних условиях, потому что они нас лучше про них понимают. Вот, если смотреть какой-нибудь экзотику типа рептилий, геоптидий, это какие-то гублюжки, змеи, ящерицы, они просто с этим не особо хорошо ловят эмпатии. А вот, не капитающие, да, они гораздо лучше. Но на эмпатию способны не только не капитающие, но и птицы. Здесь вот на слайде представлены три таких вот верхушки интеллектуальной деятельности птиц. Это умнейшие птицы в своем классе. Это брановые, это самообразные, это попугаевые. Это те птицы, которые действительно доказали наличие интеллекта. А двое из них умеют еще и разговаривать. Это, конечно, гваряющие попугаи. И врановых можно научить разговаривать. И при этом врановые даже могут отвечать людей по лицам, что очень интересно. Ну, к примеру, идет какой-нибудь изучающий птиц, ученый, армитолог по лесу, и птиц там потихоньку убивают на чучело. И потом, когда города запомнят, кто это делает, они друг другу сигнализируют, что вот идет этот нехороший человек, надо с ним разлетаться. И при этом человек может быть, хотя абсолютно по-разному, как раз, что они его до пицца хорошо запомнят. Что касается эмпатии у птиц, у той же Надежды Лавидиной Фокс был как-то случай. Да, стоит сказать, что у нее был такой замечательный попугай, Жапон, которого она учила в аккларию. И вот как-то она пришла, такая взъероженная, все взаумованная, свой кабинет села на стул, и ей попугайчик говорит «Успокойся». То есть он понял, в каком она состоянии, и сказал такое, вот, можно сказать, для родителей, для того, чтобы ее успокоить. И Надежда Лавидина Фокс активно старалась показать, что попугаи не только примитивно болтают то, что они запомнили, но и то, что они действительно осознают то, что они говорят. Как этот опыт строился? Вот Надежда Фокс, Лавидина Фокс, предоставляла попугайчику подносик, а на подносике разные игрушки, разноцветные. И вот она ему говорила, попугайчик, а вот скажи, сколько здесь зеленых игрушек? И попугайчик вот так вот своими глазками сидел, смотрел, посчитал, сколько зеленых игрушек, и вызывал точную цифру. То есть это действительно дорогого стоит, потому что раньше считалось, что попугайчики просто где-то какое-то слово услышали, и примитивно это повторяют. А вот Надежда Николаевна решила доказать, что все-таки нет, они способны на большее. И она также доказала, что попугайчики умеют проводить простые арифметические операции. То есть были две накрытые крышкой тарелки, она показала одну тарелку, там сколько это кусочек пирога, и вторую тарелку, там тоже кусочек пирога. Яна сказал, посчитай, сколько всего это кусочек пирога. И вот он, отдельно глядя на каждую из тарелок, умел считать и называть тоже точную цифру. Вот тут вот, кстати, интересно сказать, что изображена постеревия птица, серая неясыц, ее неспроста не читали в Средневековье нечистой силой, потому что овет она действительно страшная. Как будто перевокупившаяся такая клипа, вот этот страшный душераздирающий клип. Такое ночью в лесу услышишь, правда, а подумаешь, что нечистая сила какая-то. Вот в Радово считали достаточно умные и темные, конечно, неспроста, потому что, как показывает история, люди неспроста наделяют интеллектом от кого-то другого кроме себя, и те, кто в древности или в Средневековье считались воплощением богов мудрость или, в общем, мудренными животными, действительно обладают высотки интеллектом. Это, допустим, египетские полианы, это европейские птицы самообразные и франовые. Это действительно ниши-реотные. Но что относится к франовым, их подметили еще с древних времен. Была басня Эзопа тогда, и рассказывала она про то, что ворон увидел пуршин с водой, но дотянуться к львом на него не смог, а очень хотел пить. И он тогда бросал камушки в воду для того, чтобы поднять уровень воды и потом на пить. То есть, понимаете, это, по сути, открытие архимедов про силу выталкивания предметов, точнее, воды, и, в общем-то, ученые решили проверить, а действительно это так или нет. И поставили такой вот опыт. Дали емкость с водой птицы, дали камушки, и она правда вот выглядела, что если бросить камушек, то уровень воды поднимается, и вода поднимала уровень воды. Иногда еще для мотивации какой-нибудь червячка кидали на воду, ну, тогда птица более охотно эти камушки туда бросала. Но иногда она поступала еще и по-другому. Она брала проволоку, сворачивала лавкой трюк из этой проволоки и доставала червячка таким образом. То есть птицами указалось бы, да, это какие-нибудь вороны, галки или вороны, вот просто, ну, что там пролетело, и, слава богу, на самом деле, нет, они достаточно высокоинтеллектуальные существа и среднего интеллекта ворона, а для этих, где-то, интеллекту собаки. Так что не стоит недооценивать животных, в том числе, которые рядом с вами летают. Говоря о недооценивании животных, нельзя не сказать о безпозвоночных животных. И здесь птицамины два таких доминирующих, одноверствующих типа безпозвоночных животных. Это моллюски, то есть, справа, напряжен по сниму, и насекомые, вот все изображены на межнодорожные пчелы. Ну, казалось бы, какие-ли там интеллектуальные способности у пчел, они уже совсем маленькие летают там себе по цветку и плочке, а на самом деле нет. Они, как мы, в дальнейшем птицей, достаточно высокоинтеллектуальные создания. И начнем мы с осьминога, потому что многие люди действительно считают осьминога общими интеллектуальными созданиями, высокоинтеллектуальными созданиями. И это, конечно же, так, потому что осьминоги обладают и индивидуальностью. Бывают осьминоги простые, бывают и слёные, бывают шалотливые и индивидуальные, бывают и меланхозики. То есть, еще надо подумать, а не составит ли некоторые характеристики, стереотипов поведения осьминога, осваиваясь на каких-нибудь характеристиках, типа меланхозик, они, может, осьминоги тоже отбывают меланхозиками и сомбителями. Но пока психология животных немного в стороне держит, это название. Хотя есть зон психология, но все равно психологи должное внимание животных, к сожалению, не уделяют. Но так вот, как осминоги доказали, что они действительно являются продвинутыми существами. Вот как-то осминогу держали в аквариуме и ему давали поесть сырые яйца. А осминоги это дело очень любят, они клювиком прогрызают дырку, яйца упивают. И вот как-то дали осминогу топлое яйцо. Осминог очень обиделся и решил обидчика наказать. Он взял щупальцы это яйцо, вытащил щупальцы из воды и бросил этим яйцом человека, чтобы не повадно было давать ему крупные яйца. То есть уловил причинно-следственную связь и тем самым наказал обидчика. Это, конечно, одно из немногих доказательств наличия интеллекта у этих животных. И если, например, засунуть осьминога в докучивающуюся баночку, в докучивающуюся кушать, то осьминоги очень умело эту банку изнутри откучивают и из нее вылезают. И, конечно, они, как и многие животные, умеют отличать людей по яйцам, у них очень хорошо развита оптическая система, она даже сходна с человеческой, но строение его глаза и по многих учебниках по диалогу школьных. Это является таким вот выраженным примером конвергенции. То есть когда на основе разных родственников у животных формируются идентичные органы, вот как глаз у осьминога и у человека сформировался независимо от другого. Ну вот и перейдем к насекому. Вообще насековое очень удивительное создание и, к сожалению, люди их не переоценивают, не дооценивают. Ну, например, всем нам картинные тараканы. Ну, казалось, завелись тараканом, поправить всех крадок, чтобы неповатно было заселяться и побить тапком, чтобы больше не ползали. А на самом деле тараканы обладают памятью. Если, например, включить свет на ночную кухню с тараканами, то можно наблюдать, что тараканы длиются по определенной траектории. То есть они запоминают, откуда они вышли и куда им в случае чего надо обижать. Вот. А казалось бы, очень противные создания. Ну, кстати, насчет тараканов, я не могу сказать, что они очень ненадашные на самом деле. Так что не стоит, может быть, их обижать. Ну, да, неприятно, когда такой музык по кухне, но безземный мир, правда, ничего такая ныненькая. Вообще у насекомых очень милые лички. Как правило, это такие большие, здоровые, но знака сеточные, как у пчелы напоминали, вот у арсии изображенные здесь. И если посмотреть в интернете фотографии под увеличением лица насекомых, то можно, конечно, подпрыть для себя абсолютно новый и необычный вид. И некоторые бывают весьма страшные. Если брать пауков, то очень страшное лицо у паука семейства араминьи. То есть у паука семейства паукатрят, араминьи. Такое увидишь, то есть не проснился. А есть пауфты достаточно симпатичные, прям с такими большими черными глазками, как у Катаря Шрега. Это очень харизматичное создание, но применение, отчасти, к однокомному лицу. То есть внешность бывает обманчива. И перейдем теперь к тому, как доказали интеллектуальную деятельность, пум, чел и ос. Долу очень сложно поставить в стимир. То есть представьте, были взяты, ну так, десяток маленьких паилочек, и каждую из паилочек рандомно наливали, распор соли и распор сахара. И так вот его, это десяточек паилок, расставляли в ряд. В рандомном абсолютно порядке. Отпустим, сахар, сахар, соль, сахар, соль, сахар, соль. И впускали пчелу по этому ряду. И она, значит, сначала анализировала каждую из паилок, где соль, где сахар, и так отпускали несколько раз, пока она уже потом не запомнила, где из этих маленьких стаканчиков не интересующий ее раствор соли, и садилась только на раствор сахара питательный для нее. И вот так вот они, ученые, доказали, что пчелы и носы действительно способны запоминать. И при том, если давать определенную комбинацию пчелам, допустим, соль, соль, сахар, сахар, соль, соль, сахар, сахар. Они потом умеют продлевать эту комбинацию дальше и улавливать вот эти вот закономерности. То есть это тоже своего рода метод экстраполяции, который вот с собачками здесь был изображен. Вот это по-иному построено, построено для пчел и ос. Что касается таких способностей, как различать по лицам друг друга, то на этой осипу мы тоже способны. Вот если взять бумажный ос, они по орнаменту на лице узнают своих салоничей. И так вот между собой коммуницируют. Вообще у них хочется нужная коммуникация. Перекомничество, вот я соскел, у лос, у лов, у ловьев. Пчелы, например, когда видят нужный им цветок, они прилетают в будиль, потом начинают танцевать перед другими пчелами и танцем показывают, где им нужный цветок находится и давайте полетели его опылить и собирать мектантом. А муравьи, например, они бьют друг друга по голове азбеками и как азбукой гонзы общаются друг с другом. Если нужно кого-нибудь атаковать, то они быстро все встают в атакующую позу и другие муравьи эту позу подхватывают, и потом они все радо набрасываются. Муравьи это вообще всегда достаточно страшные. И с ними бороться бывает абсолютно бессмысленно. Если это какие-нибудь амазонские жалящие муравьи, то там нам же огнемет не поможет, потому что они ему догадываются обходить с другой стороны и атаковать родильчика сзади. Поэтому, когда по лесу идет толпа муравьев, какие-нибудь изноамеританские позуимцы все сворачивают, уходят в другое место, вдруг когда муравьи пройдут, а потом все у нас располагаются на прежнем месте. И муравьи образуют очень сложные коалиции. Они контактируют, друг с другом вступают в саду, и все образуют даже очень сложные фиберации, между муравьевиками. То есть, если встретить два прождущих плана муравья, то это два особо незнакомых плана, они назначают дежурных, кто идет там договариваться с другими муравьями, этот муравьишка идет со своим окружением и начинают договариваться, мы будем воевать дальше или мы будем дружить. Если будем дружить, то они там строят вообще муравьи. То есть, как вот лесковые активно продлились, а в детстве муравьев при этом уже были глупой, никак не осознавая, что это очень высокорганизованное создание. Ну вот, если животные такие прям выдающиеся, то мы-то чем, ну-ка, не чем мы от них отличаемся от людей? На самом деле, ответ прост. И этот ответ дал еще Чарльз Дарвин. Он сказал, да, мы, в общем-то, не отличаемся от животных количественно, но просто качественно не отличаемся, но просто чем-то превосходит количественно. У нас количественно, чуть разный интеллект, чуть разный обучение, у нас коммуникация разный. Но нет ничего такого радикально имеющегося у человека, чтобы отделило его, как разный, от другого мира животного царства. То есть, у животных тоже есть и обучение, и интеллект, и узнавание полиции, отнесловная коммуникация, и он, в общем-то, человек является тоже своего рода животным. Он относится к типу кордовых, отряду кубатов и к семейству комминитых. И когда человека считают животным или говорят про какое-то демонтное начало человека, тут не стоит воспринимать это штуки или как-то обижаться на это, потому что животные, на самом деле, бывают очень нисходительные, очень добрые, очень такие покладистые и замечательные создания. И, наверное, даже доказывая, что они по своей доброте, наступают людям, а то и уменьшение превосходят. И мы с животными, конечно, очень интересно взаимосвязаны. Разные люди, разные домашние животные сидят в своих жилищах, и то мы не делаем с ними. И, конечно, если это такие вот некоторые дачи, что это собачьи изображены, то люди понимают, что собачки обладают каким-то своим характером, который отличает их от других собак. И при том собака тоже понимает, что для человека у своего хозяина есть свой определенный характер. И помимо того, что одеваживают этот характер, они еще и понимают, как их хозяин относятся к многим членам семьи. То есть это очень сложные механизмы и интеллекта, и обучения, о чем, конечно, можно говорить бесконечно, но думаю, что мы на этом подведем лекцию в конце. Всем спасибо за внимание.